Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов в Москве встретился с генеральным директором Дом.РФ Виталием Мутко. Руководители обсудили реализацию совместных проектов, направление на повышение доступности жилья. Сегодня Дом.РФ прорабатывает запуск единой льготной ипотеки в нашей республике. Итак, в Карачево-Черкесии планируется реализовать по меньшей мере два продукта по ипотечному кредитованию. Льготная ипотека на новостройки и приобретение квартиры на этапе строительства. Развитие ипотечного кредитования в нашей республике служит локомотивом развития жилищного строительства. Так, сегодня в регионе на этапе строительства свыше полсотни многоквартирных домов. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 11 многоэтажек. Поэтому продукты дом.рф, нацеленные на развитие отрасли жилищного строительства, сегодня крайне актуальны и направлены на конкретный практический результат. Еще один вопрос. Повестки дня использования механизма облигации на финансирование объектов инфраструктуры. Республика намерена воспользоваться данным инструментом для строительства сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в новом жилищном квартале микрорайона «Спутник» Черкеска. В настоящее время в России немало внимания уделяется импортозамещению. После того, как отечественный рынок покинуло довольно большое число иностранных предприятий, на плечи отечественных производителей ложится задача сделать уход зарубежных компаний менее болезненным для потребителей товаров и услуг. Об одном из них в сюжете корреспондента Артура Мхце. Не секрет, что при проведении ремонтных работ огромное значение имеет качество строительных материалов. Это как в сложном механизме. Убери всего один маленький винтик, и полететь может вся система. Главный принцип работы персонала Хабесского гипсового завода – выпуск качественной, отвечающей всем требованиям продукции. А уж в период импортозамещения, когда для отечественных подрядных организаций из-за ухода ряда иностранных фирм могут наступить нелёгкие времена, именно наши производители должны на многие годы вперёд закрыть кажущиеся проблемными сферы. Мы в данное время воспринимаем как время возможности для отечественного производителя. Соответственно, мы в полной мере при необходимости можем нарастить определённый объём производства и заместить иностранную продукцию, если это будет необходимо для рынка. На протяжении многих лет большинство российских предприятий различного профиля так или иначе зависели от иностранных производителей. Кому-то нужны детали для автомобилей. Иным не обойтись без IT-технологий. Гипсовый завод из Карачаева-Черкесии исключением не был, имея в составе своих смесей химические компоненты из-за рубежа. Однако и в этом направлении совместно с Менделеевским институтом ведётся плодотворная работа, дающая необходимый результат. Мы хотим новые товары ввести, которые именно будут на отечественных химических компонентах. Это будут немножко другие товары, но в любом случае они конкурентоспособны будут. Плюс у нас сейчас реализуется большой инвестиционный проект по запуску линий по производству гипсокартонных листов. То есть мы сейчас на этапе пусконаладки. Понятно, что в свете нынешних реалий многое требует значительной экономии. Однако для руководства Хабецкого гипсового завода приоритетным всегда остаётся качество продукции, добиться которого без квалифицированного, проверенного годами персонала попросту невозможно. Задача у всех у нас одна, чтобы рабочие места были и люди вовремя получали свою зарплату. Соответственно, наша самая главная задача – это оставить коллектив в том виде, в котором есть и при желании, при возможности нарастить новых людей и расширить объём производства. Сухие, штукатурные или монтажные смеси, клей, краски – всё это по-прежнему доступно для тех, кто намеревается осуществить капитальный или косметический ремонт, либо что-то построить. Причём география поставок продукции завода не ограничивается Карачаево-Черкесии, а простирается на весь юг России и даже намного дальше. Сейчас для отечественных предприятий самое благоприятное время. Многое зависит от того, насколько они смогут распорядиться выпавшим шансом сделать собственную экономику, независящей от чьих-то решений и санкций. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. В КЧГУ Мини Умара Алиева работает Центр по сбору гуманитарной помощи «Мы вместе» переселенцам из Луганской и Донецкой Народных Республик. Все собранные средства передаются в Российский Красный Крест. Студенты и преподаватели активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи. О деятельности Центра подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Это прекрасная возможность оказать свою поддержку и помощь переселенцам из Луганской и Донецкой Народных Республик. Каждый день преподаватели и студенты КЧГУ передают продукты питания, необходимые вещи для личной гигиены, одежду и канцелярские принадлежности. Волонтеры Центра внимательно осматривают гуманитарную помощь и упаковывают, чтобы потом направить в региональное отделение Всероссийского Красного Креста. Нам очень отрадно видят, как многие активно помогают нам, принося необходимые вещи для гуманитарной помощи, отмечают волонтеры Центра «Мы вместе». На протяжении уже нескольких дней мы получаем различного рода помощь от студентов, от преподавателей, помощь, такую как детское питание, продукты, мука, рис, предметы личной гигиены, хостовары. И хочу выразить огромную благодарность им за содействие и помощь в этот нелегкий период. Очень многие жители неравнодушно отнеслись к нашему центру, очень большая помощь. Хочу выразить благодарность абсолютно всем, студентам, преподавателям, просто жителям, которые нам помогают. Очень приятно, что вот так неравнодушно отнеслись. Всем спасибо. Напоминаем о том, что наш центр также работает в ближнем режиме с 10 до 5 вечера. После волонтера отвозят всю собранную гуманитарную помощь в региональное отделение Всероссийского Красного Креста. В Карачаево-Черкесии председатель организации Елена Рощупкина отметила, что жители республики активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи, тем самым оказывая поддержку вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик. В настоящее время жители Карачаева-Черкесии очень активно участвуют в этой акции. Они собирают гуманитарную помощь, привозят в оперативный штаб, и потом эта помощь распределяется между беженцами и формируется из нее гуманитарный груз, который отправляется в места, где есть пострадавшие. И хочу выразить огромную благодарность Карачаево-Черкесскому государственному университету, его ректору, в лице его ректора, в лице его студентов и общественности города Карачаевска, в том, что они предоставляют гуманитарную помощь. Центр по сбору гуманитарной помощи вместе в Кычагу продолжает функционировать. Каждый житель может передать вещи и продукты. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюга, Вести, Карачаева-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие осадки, мокрый снег и дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 5-10. В горах до 16 градусов мороза, а днем до плюс 5. И местами до 5 градусов мороза на дорогах Гололедица. В Черкесске ночью без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 5-7 ниже нуля. Днем 2-4 градуса со знаком плюс. Ночью и утром на дорогах Гололедица. Впервые в Кисловодском цирке с 12 марта. Московская шоу-программа «Джемелли». Информация на сайте циркус.дефискисловодск.ру. Телефон 2-96-58. Категория 0+. Продолжаем выпуск. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачае-Черкесии выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 44 987 человек. Из них 41 684 выздоровели. 71 человек госпитализированы. В прокуратуре республики составилась пресс-конференция по вопросам исполнения антикоррупционного законодательства. В работе мероприятия приняли участие представители общественной палаты, а также управление главы Карачае-Черкесии по вопросам противодействия коррупции. В ходе заседания рассмотрены актуальные аспекты практики противодействия правонарушений и преступлений. Была представлена информация, проводимая надзорным ведомством и правоохранительными органами республики Работи. Старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства противодействия коррупции Радмир Баташев акцентировал внимание участников встречи на многоплановом характере деятельности, направленной на обеспечение исполнения антикоррупционного законодательства. В прошлом году прокурорами выявлено свыше 3500 нарушений законодательства о противодействии коррупции. В целях их устранения внесено свыше 1500 актов прокурорского реагирования. Принесено 687 протестов. К дисциплинарной ответственности привлечено 594 лица. Хотелось бы отметить, что в разы больше выявлено нарушений антикоррупционного законодательства при осуществлении муниципальной службы в сфере предоставления государственных муниципальных услуг. Практически в динамике на 50% больше выявлено нарушений по фактам неисполнения надлежащих должностными лицами своих обязанностей, несоблюдения установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. В качестве примера хотелось бы вам привести, что 8 должностных лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления Карачаева Черкесской Республики по актам прокурорского реагирования были в досрочном порядке уволены с замещаемых должностей. В поселке Домбай проходили съемки популярной телевизионной программы о традициях и кухне разных народов. Несколько лет назад творческий коллектив «Поедем, поедим» уже посещал нашу республику. И вот теперь в год столетия Карачаева Черкесии и десятилетия проекта Федерального канала прошли съемки, впечатлениями от которых поделился ведущий Федерико Арнальди. Слово нашему корреспонденту Артуру Мхце. Он владеет семью языками и утверждает, что выучил их благодаря живому общению. Глядя на коммуникабельность телеведущего проекта «Поедем, поедим» Федерико Арнальди и его радушия, в это охотно верится. А его знанию великого и могучего могли бы позавидовать иные коренные россияне. Ваша программа существует уже порядка 10 лет. Вы и ваш коллега неоднократно были во многих регионах. На ваш взгляд, Россия, в частности Карачаева Черкесия, способна удовлетворить потребности внутреннего туризма в нынешней довольно непростой ситуации? Ну, я думаю, вполне да. Я как раз и существую в этих условиях путешествовать по России. Конечно, мы и за границей путешествуем, но по России очень много куда. Столько народов, и малочисленных, и немалочисленных. Столько блюд, столько танцев, столько культур, разных традиций. Поэтому я пока, как итальянец, человек не из России, я каждый раз, каждую неделю открою для себя что-то новое. Я ощущаю, будто это всё бескончаемо. Можно бесконечно путешествовать по России и всё равно удивляться, удивляться, удивляться. В качестве лица программы Федерико в Карачаево-Черкесии в первый раз. Однако заметно, насколько ему приятно чувствовать себя здесь своим человеком. Участвовать в местных народных обычаях, танцевать под кавказские мелодии. Он тепло отзывается обо всех регионах, где ему довелось побывать. И уверен, что у туризма есть шанс стать объединяющим людей-фактором. Может ли туризм объединять людей из разных стран, разного вероисповедания? Ну, конечно, конечно, да, может, может. Например, опять, я как бы живой пример, да, человек, который когда-то давно не знал ничего про то, как Россия настолько разнообразная. Потом начал изучать немножко и думал, что, ну, Россия, это вот, какие-то вот у меня были стереотипичные, да, вот картинки в голове, про какая музыка, какие блюда. А потом я начал путешествовать, да, тоже сначала как турист. Сегодня окей, с телевидением, но сначала тоже как турист. И начал скрывать для себя, что вот есть и Кавказ. И вообще понятие Кавказа уже подразумевает огромное количество разных народовой традиций. Съемки этого выпуска программы проходили в поселке Домбай. Примерно через месяц Федерико планирует приехать в республику снова, уже в Архыз. Он уверен, что там его тоже ожидает немало интересных историй о культурных традициях разных народов нашего региона. Артур Мхце, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия. Это все вести прямо сейчас. Смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Субтитры подогнал «Симон»!